Вывод чертежа на печать Вывод чертежа на печать можно производить двумя способами. Из пространства модели, если мы обратим внимание на ярлыки модели листов, то мы с вами все время работали в пространстве модели. Из этого пространства можно вывести на печать. Либо из пространства листов. Первое, о чем мы поговорим, это каким образом можно распечатать чертеж из пространства модели. Возьмем некий чертеж, уже созданный. Чертеж, если вы обратите внимание, у нас построен в оригинальных размерах, то есть при выводе на печать, ну, конечно, необходимо будет каким-то образом его масштабировать. Печать из пространства модели производится стандартно, как в любой программе, через меню «Файл». Выбрали меню «Файл», «Печать». Выходит диалоговое окно, которое называется «Печать модели». В этом диалоговом окне мы можем установить несколько, выбрать несколько возможностей. Ну, во-первых, выбрать принтер или плоттер, на который будет вводиться печать. Так как у нас сейчас принтер не подключено, то Автокад позволяет выбрать автоматически встроенный принтер, который будет сохранять ваш напечатанный документ, файл. Ну, потом в дальнейшем вы можете этот файл перенести на другой компьютер и распечатывать. То есть, в данном случае с этим принтером работать можно. Также вы можете выбрать формат бумаги, на которой вы будете производить печать. В нашем случае выбран формат А4. Если вы обратите внимание на раскрывающийся список, то формата предоставлено довольно большое количество. Так, оставим формат А4. Масштаб печати. По умолчанию мы вписываем объект, который есть на пространстве модели, на лист. Очень интересная возможность выбора области печати. Что вы напечатаете? Мы можем с вами напечатать экран, то есть все, что располагается на экране. Мы можем задать границы печати, какие-то лимиты печати, ну, например, рамку. Попробуем задать рамку печати. А фотокат выводит вас опять в пространство модели и позволяет вам произвести выбор рамки. Все, что в эту рамку попадет, вводит на печать. Для просмотра печати существует клавиша «Просмотр». Перед тем, как нажать «Ок», конечно, лучше посмотреть, как это будет выглядеть. Вот таким образом у нас будет выглядеть печать. То есть все, что я в рамке ввела, все выводится на печать. При нажатии клавиши «Ок», если у нас подключен принтер или плоттер, все выйдет на бумагу. Если не подключены, мы работаем во встроенном принтере или плоттере. Все сохранится в файл. Самый простой способ печати – это печать из пространства модели. Если вы хотите, чтобы у вас на листе было несколько видов, был приставлен вид сверху, фасад или какие-то узлы, например, необходимо организовать, то такое оформление печати можно произвести, даже не можно, а нужно производить из пространства листов. В нашем случае у нас здесь добавлено три листа. Листы можно добавлять. На каждом листе можно выбирать разный формат бумаги, разное отображение. По умолчанию, когда вы только начинаете работать с листом, у вас будет примерно что-то вот такое. Чем отличается лист от модели? Модель – чертежная область, предназначенная для конструирования. Размеры ее безграничны. Вы можете строить в любом размере, в любое чертеж. Лист ограничен пространством листа, то есть обычным листом, который вы можете держать в руках. Каждый миллиметр листа, начерченного у нас в автокаде, соответствует миллиметру листа, на который будет выводиться чертеж. В принципе, это ограниченное пространство, и пространство листа используется лишь только для вывода на печать. Открыв лист по умолчанию, мы увидим с вами некую прямоугольную область, в котором расположился наш чертеж. Вот эта прямоугольная область и называется видовым экраном. Внутри видового экрана располагается чертеж, который вы хотите увидеть на экране. С видовым экраном мы с вами сейчас поработаем чуть-чуть попозже. То есть мы можем его выделить и просто удалить, нажав клавишу «Делит». Сама прямоугольная область удалилась, и все, что находится в этой прямоугольной области, тоже удалилось. У нас остался один лист. Рассмотрим внимательно пространство листа. Пространство листа содержит систему координат пояска, так же, как и в модели. Содержит сам ограниченный лист и пунктирную рамку, которая показывает вам границы печати. То есть за эту рамку печать заходить не должна. Принтер ее и плотер мне напечатает. Вы можете прямо на пространстве листа производить некие манипуляции по черчению. Все, что вы сейчас здесь построите, начертите, отобразится только в пространстве листа. В пространстве модели мы этих линий не увидим. Таким образом, пространство листа, как правило, создает рамку с основной надписью, вставляет ее в пространство листа, и при помощи видовых экранов в этой рамке уже располагаются чертежи. Вернемся к видовым экранам. Ну вот у меня здесь подготовлен такой пример. Вверх располагается несколько, четыре, будем точны, видовых экрана различной формы. Вы можете создать не только прямоугольный видовый экран, но также и многоугольный, и даже в виде окружности или эллипса. Любая замкнутая полилиния может представлять из себя видовый экран. И как вы здесь видите, в каждом видовом экране различные области нашего чертежа у меня выведены. В этом видовом экране весь чертеж полностью, в этом видовом экране какая-то одна зона. А здесь тоже весь чертеж полностью, только без размеров. То есть отключен слой с размерами. В чем плюс видовых экранов? Ну, во-первых, мы можем располагать в различных масштабах, и масштабы эти устанавливаются при помощи специальной команды. Во-вторых, вы можете включать, отключать слои в различных видовых экранах. То есть здесь слой отключен, везде во всех трех видовых экранах слои отключены. Рамочки видовых экранов с рабочего поля листа можно убрать. Для этого мы просто перемещаем их в нужный слой. У меня они находятся сейчас в слой окна печати. И этот слой мы отключаем. Их не будет видно ни на печати, ни на компьютере. То есть это все можно будет оформить. Наша сейчас с вами цель – это познакомиться с возможностью создания видовых экранов. Каким образом мы их можем создать, и каким образом мы в них можем разместить наш чертеж. Давайте откроем лист первый. Он у нас свободный, пустой. Видовый экран здесь отсутствует. Для начала через контекстное меню листа мы можем выбрать команду «Диспетчер параметров листов». Для того, чтобы, ну, хотя бы на первое время, чтобы вы запомнили, выбрать формат нашего листа. Редактируем лист 1. Формат листа по умолчанию А4 стоит. Ориентация альбомная. Выбираем формат листа. Я хочу изменить, например, выбрать А3. При нажатии клавиши «Ок» мой листочек именно на листе 1 становится третьего формата. Теперь мы уже работаем на другом листе с другими размерами. То есть формат А3. Также вы можете любой формат себе выбрать, причем формат выбирается только на первом листе. На втором и на лейере первом он тоже не изменился. Ну а теперь каким образом чертеж с модели поместить на лист. Для работы с видовыми экранами вам необходимо вывести панель инструментов «Видовые экраны». Для вывода панели инструментов достаточно нажать правую кнопочку, напоминая то, что мы с вами изучали, и выбрать нужную панель инструментов «Видовые экраны». Вот она панелька, с которой мы будем сейчас с вами работать. Эта панель состоит из нескольких кнопок. Первая команда «Вывод диалогового окна видовых экранов», где вы можете сразу автоматически подобрать конфигурацию видовых экранов. Один видовый экран, два, ну и так далее. Можно поэкспериментировать, посмотреть, каким образом это все будет у нас располагаться на бумаге. Мы с вами займемся самосозданием видовых экранов. Для создания видовых экранов существуют следующие кнопки. Первая – это обычный прямоугольный видовый экран. Начертили прямоугольник. Все, что находится в пространстве модели, появилось в нашем видовом экране. Рамочку можно сразу переместить в свой окна печати. В принципе, он неактивно туда рамка перемещается. И отключить эту рамку при печати, если она нам не нужна. Многоугольный видовый экран можно создать. Причем, как любая полилиния, вы здесь можете использовать различные сегменты. Дуговые, линейные и так далее. Главное, чтобы этот видовый экран был замкнут. Многоугольный видовый экран. Также существует команда «Преобразовать любой объект видовый экран». Объект, естественно, должен быть замкнут в поле линии. Ну, возьмем, например, эллипс. Начертим простенький эллипс. Мы пока построили с вами обычную геометрическую фигуру. Примитив. В видовый экран этот примитив еще не преобразовался. В отличие от первых кнопок, которые сразу из графического примитива делают видовый экран. Для преобразования данного эллипса в видовый экран необходимо нажать на кнопку «Преобразовать объект видовый экран» и указать тот объект, который вы хотите преобразовать. Вот теперь этот эллипс является тоже отдельным экранчиком. Дальше существует подрезка существующего видового экрана. И очень важная команда «Масштабирование изображения в видовом экране». Ну, например, выберем вот этот прямоугольный видовый экран и попробуем выбрать стандартный масштаб 1 к 50. Вот сейчас то изображение, которое у меня находится в видовом экране, установлено в масштабе 1 к 50. К каждому видовому экрану вы можете применить различные масштабы. Здесь 1 к 100, например. И так далее. Все манипуляции, которые мы сейчас с вами производили, производились в режиме «Лист». При помощи кнопочки в строке режима «Лист. Модель» мы можем переключаться из пространства модели в пространство листа. Например, нажав на эту кнопочку, я переключаюсь к пространству модели. И текущий видовый экран, он выделяется толсто-черной линией в данном случае. Вот этот экран у меня будет являться текущим. Именно внутри этого экрана формируется сейчас модель. Здесь все лист, внутри – модель. Что я могу делать с этой моделью? Я могу изменять масштаб при помощи колесика мышки, перемещать объект, каким-то образом подбирать так объект, чтобы он у меня грамотно разместился в этом видеонекране так, как нужно. Включив обратно переключатель «Лист. Модель» на лист, мы опять возвращаемся на лист. И все, что я сейчас буду производить внутри этого листа, будет происходить с листом, а не с моделью. Точно так же переключаться из пространства листа в пространство модель можно намного проще. Например, чтобы переместить вот в этом прямоугольном видовом экране отображение, показать немножко другую зону чертежа, нам достаточно щелкнуть дважды левый клапочек кнопкой мышки внутри данного видового экрана. Он дальше производит различные манипуляции. Мы попали в пространство модели. Щелкнув дважды за пределами данного прямоугольного экрана, мы попадаем в пространство листа. То есть редактирование видовых экранов довольно простое. Также, если вас не устраивает какой-то видовый экран, вы можете, выделив его, удалить клавиши «Делит», например. Что мы можем сделать, в принципе, со всеми видовыми экранами. Итак, вы должны запомнить, что при образовании, которое вы производите внутри модели, отражается и в пространстве листа. Преобразование, которое вы производите внутри листа, отображается только на листе, на модели нет. Предположим, вот у меня такой видовый экран. Опять же, мы построили прямоугольный с чертежом. Дважды щелкнув внутрь чертежа, я попадаю в пространство модели. Это мы видим по жирной линии вокруг видового экрана. Дальше мы можем здесь каким-то образом произвести какое-то редактирование. Ну, например, удалить размер. Удаляем размер токи. Нет этого размера. Не здесь на листе, не в модели. То есть мы удалили полностью его в пространстве модели. Щелкнув дважды по пространству листа, построим какой-то отрезок, соединяющий вершины видового экрана. В модели этого отрезка нет. То есть вы можете подстраивать на листе то, что вам необходимо, нужно, но это будет отражаться только на листе. Еще одна возможность при работе с видовым экраном. Каким образом можно отключать слои в различных видовых экранах. Предположим, у нас с вами два вида. В одном виде вы показываете полностью весь чертеж. В другом виде мы хотим показать чертеж, но без размера. Для того, чтобы отключить ненужный слой в видовом экране, ну, во-первых, вы должны сделать его текущим и войти в пространство модели. Войдя в пространство модели в нужном видовом экране, через панель инструментов «Слои», открыв список слоев, мы хотим отключить размеры. Находим слой, который называется «Размеры», но не выключаем его при помощи включения-отключения слоя, иначе у нас отключение слоя произойдет… Сейчас посмотрим, где. На каждом чертеже, потому что мы отключили его непосредственно в модели. Эта кнопка не отключает слой в текущем видовом экране. У нас есть другая команда, которая так и называется. «Замораживание-размораживание на текущем видовом экране». Вот она, третья по счету кнопочка. Нажав на эту кнопку, давайте посмотрим, что произойдет. Значит, в верхнем видовом экране, который у нас не был активным, мы видим все слои и стены, и размеры, да? А в нижнем видовом экране, в котором мы заморозили нужный слой, мы видим только сам чертеж без размеров. Вот такая интересная возможность. Таким образом вы можете замораживать любой необходимый вам слой. Вообще, какие рекомендации могут быть при работе, например, с автокадом, особенно при выводе на печать? Создайте себе шаблон, где на пространстве листа вы выстроите рамочку со штампом. А потом при помощи видовых экранов в этой рамке вы уже будете располагать нужные объекты, нужные чертежи. Тогда не будет никаких вопросов, каким образом построенный в оригинальных размерах объект вы можете впихнуть в рамку размером формата А3, например. Такие вопросы возникают очень часто, и работа с видовыми экранами пространства листа эти вопросы решают за довольно короткое время. На этом наше занятие закончено. Спасибо за внимание. Вот мы с вами познакомились с возможностями печати через программу автокад. Впоследствии мы познакомились еще с такими элементами, как блоки, и с многими другими возможностями в этой программе. До скорых встреч, до свидания. Впоследствии. Спасибо. Продолжение следует...